Культурный подкаст «Кароленко О'Нейр». Подкаст о литературе, кино, музыке и театре. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Кароленко О'Нейр». Я Галина Безотосная. И сегодня мы вновь путешествуем по книжным полкам, чтобы познакомиться с культовым романом Архана Памука «Музей невинности». Ферит Архан Памук – современный турецкий писатель и общественный деятель. Глурят нескольких национальных и международных литературных премий, в том числе и Нобелевской премии по литературе. Популярен как в Турции, так и за ее пределами. В произведениях писателя переведены на более чем 50 языков. Родился он в состоятельной семье инженера, имеет черкесские корни. Учился в находящемся в Стамбуле американском колледже Роберт Колледж. После его окончания по настоянию семьи поступил в Технический университет Стамбула. Родители хотели, чтобы сын стал инженером-строителем. Но через три года он оставил его, чтобы стать профессиональным писателем. В 1977 году Помука окончил Институт журналистики Стамбульского университета «Живет и работает в Соединенных Штатах». 12 октября 2006 года Архану Помуку была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой автору, который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур. А сегодня мы рассказываем о романе «Музей невинности», опубликованном в 2008 году, а в русском издании, в переводе о пленаре Аврутиной, издание вышло в 2009 году. Буквально через четыре года в 2012 Помука открыл в Стамбуле одноименный музей, связанный по смыслу с романом. Итак, о чем же этот роман? Главный герой книги, Кемаль Басмаджи, выходец из богатой стамбульской семьи, собирающейся жениться на Сибель. В романе описывается любовь Кемаля к своей дальней родственнице Фюсун, чья семья гораздо беднее его семьи. Обедая с Фюсун и ее родителями, Кемаль незаметно ворует вещи, имеющие к ней отношения. И впоследствии он создает музей невинности, посвященный своей любви к Фюсун и дням, которые он провел с ним. В конце романа Кемаль обращается к писателю Архану Помуку, который по сюжету присутствовал со своей семьей на помолвке Кемали и Сибель, с просьбой написать роман, который был бы историей любви Кемаля и одновременно каталогом музея. Романтично, не правда ли? И очень необычно. Эта книга не для быстрого чтения. Только читая неторопливо, можно по достоинству оценить этот роман о любви длиною в целую жизнь. Наверное, кто-то сочтет, что автор часто повторяется, но, возможно, это не автор повторяется. Это чувства Кемаля остаются неизменны все эти 608 страниц. А теперь вернемся к музею. По словам Архана Помука, идея создания музея с вещами из повседневной жизни возникла у него в 1990-е годы. Тогда он хотел в один и тот же день открыть музей и издать роман, который являлся бы музейным каталогом. С этой целью он купил 120-летнее здание в квартале Чикурджума, в котором позднее и был размещен музей. По признанию Помука, он покупал на блошиных рынках, в букинистических магазинах, у коллекционеров разные предметы, посуду, ключи, часы, другие вещи, которые могли бы использовать персонажи его романа. По замыслу Помука, музей и книгу можно воспринимать независимо друг от друга. Опять же, по его словам, музей невинности в Стамбуле – очень необычный музей. Это одновременно и музей любви, и музей книги, и музей истории города 1940-1990-х годов. В последней главе романа помещен билет, по которому можно один раз пройти в музей. В 2014 году музей невинности стал Европейским музеем года по решению Европейского музейного форума. Итак, история любви, которая глубока, как мир, как боль неутешна и как счастье безгранична. Помука исследует тайники человеческой души, в которых само время и пространство преображаются в то, что и зовется истинной жизнью. Спасибо за внимание и не забывайте слушать наш подкаст.